Литературным источникам, и не по литературным, в связи с событиями в Дагестане, за Кавказом всегда интересовалась Англия, четко Англия. И ее здесь интересы тоже могут прослеживаться, потому что, смотрите, стройка опять не огорожена. Нет там никаких, к чему они подключены, вода, электричество, счетчиков у них точно нет. За чей счет банкет здесь происходит, никто не задается вопросом. И вы знаете, ну, это какие-то или инопланетяне из другой, и просто люди одичалые. Смысл этой стройки вообще никакой. Люди никакого удовольствия здесь не получат, купив квартиры, и навряд ли они купят, потому что рядом стоящий дом уже все продает. Реклама сработает, место хорошее, купят. А люди говорят же, в интернете, нет, нет, в интернете уже много. Да никто это не читает. Приходили, уходили уже, нет. Соседи говорят. Ну, в общем, здесь какая-то будет большая беда, безусловно, потому что... Да люди с какими-то аморальными целями. Бог есть на свете, и все это знают. И все, понимаете, здесь четыре концессии, и все против. Я вот с ними разговаривала, и мусульманская концессия. Обычные мусульмане, обычные евреи, они в ужасе, что здесь творится. Они как бы все возмущаются. Кто-то сюда приходит, смотрит. Вот, и все ждут, какой будет результат этой борьбы. Вы знаете, ну, такое, какое-то полоумие, расширенное, в расширенном виде. И спокойно, ну, мэр не приезжает сюда, не, это, кто там, Волошина. Где эти депутаты? Где эти депутаты? Что они делают? Ну, потому что здесь все нарушено. Стройка со всех сторон не огорожена, это явно. Ну, нет тут собора. Вот маленький остался, вода потечет, и этот сломается. Здесь же такие реки, тут в апреле месяце. Тут же все будет течь, реки воды, и будет вся красота. Вот под этот дом 19-й. Люди уже с 19-го стали возмущаться. Ну, как бы проснулись, народ просыпается. Вот, и вы не думаете, что это... Это надо останавливать, и на благо города вот этих всех усить, где нельзя землю так прикрывать. Скажите еще одно, Людмила, кстати, на вопрос такой. Здесь вот уничтоженная гора Солдатская, уничтоженная, которая... Да, историческая. Да, они здесь, которую вывозили на дроби, все это могилы рушили, когда она разрушена. Вы делали запрос в архитектуру, там дали ответ, что вывоза грунта не было, да? Ну да, да. Ничего не было, ни гробов не было, вывоза грунта. Гробов не было, вывоза грунта не было. Никто не видел, никто ничего не слышал. А то, что сзади дома стоит обрыв, склон, который они гору эту разрушили, вот, Старослободскую, значит, они уже, значит, получается, эти документы уже начинают... Да, стирать. Стирать, чтобы потом никуда, нигде еще, что здесь ничего не было, то есть, как бы, вот эта обувная фабрика была, и все, и могил тут не было. То есть, они это все, всю эту историю решили, как говорится, похерить, да? Ну да, делали запрос насчет обувной фабрики. Нет, ну, вот вы знаете, мне что, вот возмущает, ну ладно. Вот на наш взгляд, это какие-то лживые, лицемерные и халатные, а может быть, даже мошеннические действия, может быть, коррупционные, но должна быть система сдержек противовесок, всегда говорю. Есть так называемые силовые структуры, есть надзорные органы, которые должны там по рукам, по ногам, по губам бить, по еще одному пинок под зад, да? Ну, получается, что некая, вот такой вот круговорот, где ты посылаешь, вот простые люди носом показывают, вот говорят, смотрите, показывают законы, показывают документы, а те присылают ответы, вот те же надзорники, скопированные с вот этих сомнительных ответов той же администрации Кисловодской. И той же архитектуры. Ну, это администрация Кисловодской. Вывоза грунта не было. Нет, ну, это называется, вот я всегда говорю, вот, врут как дышат, да? Но эта система стала, вот почему-то у нас вот за последние 10-15 лет это стала система врать просто нагло, и притом безнаказуемо, просто безнаказуемо. Я не знаю, вот до какого мира мы дойдем, но эти люди же сами окажутся в этой, скажем, лживой системе, когда они уйдут там то ли на пенсию, то ли их там уволят, то ли еще что-то произойдет. И они выпадут из этой системы, их же также, извините, будут, ну, извините за грубое слово, чморить, издеваться, плевать в лицо и ногами пинать, как делают, вот, условно говоря, с теми общественными, которые выступают за сохранение, я говорю, курорта Кисловодского. Ну что, мы сейчас пройдем на объект культурного наследия, посмотрим. И последнее вопрос о патриотизме здесь сметаются, сметаются под корень, под корень, это должны именно силовые структуры сюда приехать. А как воспитывать казаков, как воспитывать детей, какой пример им показывать? На вранье. В школах одно вранье и разрушение, но разрушать не строить. Сюда пришли, да, разрушители, но люди должны встать, вы понимаете? Писать запросы депутатам в Государственную Думу, неважно от каких фракций. Всем писать, Кисловодск должен стать, но не только Кисловодск, а вся Россия. Потому что здесь хоронится история России, вы понимаете? Здесь все очень сложно. И скоро 250 лет со дня рождения Ермолова Алексея Петровича. И как бы сверху, наверное, он смотрит, сейчас бы был, со своими войсками, такого безобразия и не было. Ну, спасибо большое. Давайте, сейчас мы пройдем на объект культурного наследия, на кладбище. Посмотрим.